Актуальная интервью Где родились, где учились, как пришли к нашему театру? Ну, я родилась в Бурятии, здесь, в железнодорожном районе, в роддоме, которого уже нет. Там сейчас медицинский факультет находится. Жила в Приморье всю свою осознанную жизнь, потом немного жила здесь, потом опять жила в Приморье, училась. Я поступила там на театральный факультет в Академию искусств. И как-то на третьем курсе приняла решение служить в театре имени Бестужева. Ну, и так получилось. Молодые, красивые обычно стремятся уехать куда-нибудь в центральную часть России, служить в каких-то более именитых театрах. Почему все-таки вы решили выбрать именно наш театр? Неужели энергетика республики не отпускала? Ну, у меня, во-первых, не было таких амбиций совершенно, что мне надо ехать куда-то. У меня их и до сих пор нет, я считаю, что там и без меня молодых, красивых, талантливых побольше. Ну, и я не знаю, да, как-то действительно я на тот период устала немного от Владивостока, от его ритма, от его шума. И я приняла решение, что, наверное, все-таки я хочу жить в Улан-Удэ. Хотя Приморья мне не хватает очень сильно, все-таки там все мое детство прошло. Ну, да, как-то так сложилось, что я решила остаться здесь. Я знаю, что в свое время вы занимались и музыкой, и танцами. Почему вы решили стать не артисткой балета, а вот актрисой драматической? Ну, для артистки балета у меня козь широкая. У меня была возможность поступить в академию, когда она была еще академией в СГАКе. Меня брали на второй курс, получается, хореографического факультета, потому что я учила здесь, получила среднее специальное образование именно по профессии хореограф. Но к тому времени я уже как-то, не знаю, либо я наелась этого всего, либо мне стало жалко себя, потому что у меня там ноги были липовыхнуты, в общем. Ну, достаточно много уже травм получила. И какое-то у меня было желание опять вернуться в Приморье, а так как там не было возможности получить высшее образование по этому профилю, мама сказала, ну, у нас есть академия, есть актерский факультет, ты там ходила в кружок один год в девятом классе, ну, и на актрису иди. Там тоже танцевать надо и петь. Я говорю, ну, и пойду, ладно. То есть это не было таким желанием, что я там с детства мечтала, грезила, что вот я была актриса и все такое. Это как-то так спонтанно получилось. Вы, получается, служите уже в Театре русской драмы на протяжении 12 лет. Ну, примерно, да, с 2007 года, по-моему, вы приехали. Есть ли у вас любимые роли? Ролей очень много просто за это время было. Ну, в принципе, ну, да, ролей было достаточно. Я, ну, я не буду лукавить, что какие-то спектакли тебе нравятся больше, какие-то меньше, да, но все равно к любой роли подходишь ответственно. Ну, и, кстати, этот вопрос очень часто задают, да. И бывают, знаете, такие периоды, когда какой-то... На протяжении какого-то времени ты любишь исключительно вот этого персонажа своего, потом любишь другого. То есть так у меня было и с Машей Прозоровой, и с Небелицей, и с Розой из Анатомы. И, ну, со многими, даже с Аллочкой той же из марафона. Вот, и как-то я ее любила. Недолго, правда. А запоминающаяся, вот у меня запоминающаяся только одна. Ну, потому что она была один раз. Это... Я даже не знаю, как ее назвать-то. Там было несколько ролей, это был эксперимент, это была лаборатория. Это был эскиз по пьесе «Антитеррор». Вот, там у меня было несколько ролей. Мы показали это один раз, и трое участников было. То есть это я, Артур Шувалов и Анета Овчинникова. И мы вот втроем до сих пор крокодилями слезами плачем по этому эскизу, что мы не можем его показывать, к сожалению, в силу определенных причин на малой сцене. Хотя было бы очень круто. Ну, а возможно ли в будущем, что этот эскиз, так сказать, обрастет мясом и станет полноценным спектаклем? Он, в принципе, был полноценным спектаклем. Там уже факторы, независимые от нас, сыграли на то, что мы не сможем его показывать. Поэтому невозможно. Поэтому и он остался как каким-то таким, не знаю, событием в моей жизни, один раз случившимся, попавшим вообще абсолютно во все органы и неповторимым. Сейчас вы ведете работу над премьерным спектаклем «Вишневый сад». Расскажите, пожалуйста, о том, чего же ждать зрителю, кого вы играете, и как вообще вам удается, так сказать, вливаться вот в эту вот театральную действительность сегодня? Ну, я играю Раневскую. Ну, это, получается, главная героиня, вроде как. Вот. Работаем достаточно... Работа достаточно интересная. Не знаю. Я вот не знаю, как характеризовать эту работу. То есть мы очень-очень долго, мы сидели, именно у нас был какой-то такой долгий застольный период, но не то, что вот мы сидели, разбирали там три месяца, кто кому кто, какие отношения. Мы очень много спорили. То есть Паша Данилов, он такой режиссер, он ничего нам не говорил. То есть мы прочитали и думали, ну все, сейчас давай там задачу, что мы делаем, куда идти, расставляем из-за сцены, все, мы готовы. Он говорит, нет, читайте. Ну, мы раз прочитали, два прочитали, как бы, ну и что дальше? Он говорит, ну, общайтесь. Теперь будет экзамен. Да, общайтесь. Ну, мы начали общаться, и мы постепенно, у нас переходило вообще в дикий спор, у кого какие взаимоотношения, кто как считает, кто как видит. И он говорит, вот, 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 вот этого я и добивался. То есть он в процессе провоцировал нас на то, чтобы мы сами как-то из себя это все доставали. Не то, что вот там режиссер пришел, на блюдечки выложил, вот, у меня такая-то концепция, такое-то видение, ты встань сюда, вот, ты делай это. То есть для нас это было сложнее, что нужно было как-то из себя что-то там вытащить. Вот. Ну, относительно, как это все там с нашей действительностью перекликается, да, все перекликается с нашей действительностью, мне кажется, куда вообще ни тыкни, в какую пьесу ни попади, будь то Чехов, будь то еще ранее какие-то драматурги. И все оно как было, так и осталось. Если мне не изменяет память, Раневская, по-моему, это женщина в возрасте, которая имеет уже детей, скажем так. Как вам вот пришлась такая роль по вкусу? Может быть, хотелось бы сыграть, может быть, другую роль? А режиссер сказал, вот, Раневская и все. Да нет, в принципе, у меня не было такого, что вот и я хочу, мне дали то, что я не хочу, и я категорически с этим не согласна. Я была рада любой роли. Я была рада даже если бы мне дали что-нибудь вообще малозначительное, потому что в любом случае быть занятой в спектакле, который интересен, неважно, какая там у тебя роль. Главное, что ты в процессе, главное, что ты с командой. Вот. А то, что мне дали Раневскую, ну, меня нисколько это не смутило, потому что, ну, допустим, Аня у нее 17 лет, ну, даже если так чисто теоретически поразмышлять, ей 17 лет, Раневская могла ее, как бы, родить и в те же 17. Вот. Поэтому ничего страшного, что я там не актриса о 50 годах. Ну, вот. Вживаться, да, я даже не сказала, что вживаться. Мы не делаем какую-то там конкретно зрелую женщину, еще что-то. Ну, просто, он просто делает людей с их болячеками, с их какими-то невозможностями решить какие-то очень важные вопросы. И это есть что у женщины и в 35, что и в 50, и даже что и в 20. Вот. Поэтому мне нисколько это не смущает. И уже никого не смущает. Вот вы сказали, что у вас не было такого отношения, что вот не хочу играть и не буду. А бывало ли это вообще в вашей вот практике? В моей личной? Да. То есть, да, вот когда-то вот просто вот дают роль, там, я не знаю, а вот не хочу играть и приходится вот как-то вот себя ломать, чтобы что-то из себя вытянуть. Сейчас помню. Может быть, это было по студенчеству еще? Нет, в студенчестве вообще на самом деле мы там активно очень выбирали сами себе. Вот, что хотим, то и играем. То есть, периодически было такое, что отрывки нам выбирают педагоги, но, как правило, они исходили вообще из твоей характерности, там, из твоего типажа. Ну, хотя, какой там, какая характерность, какой типаж, когда ты на втором курсе учишься? Ты вообще сырище, материалище. Вот, то есть, там не было такого, что ты что-то дали, там было за счастье. Там хоть Ленина дайте сыграем. Хоть дерево. Хоть дерево, да. А в театре? Нет, не было у меня такого, к счастью, наверное, потому что мне кажется, это не очень правильно, когда начинаются какие-то такие, ну, коленцевы делать, что, типа, вот, это не мое, я не буду, я не хочу. Это, наверное, не профессионализм отчасти? Ну, я даже не сказала не профессионализм, это может быть какое-то, это, как бы это сформулировать, это какое-то видение себя, вот, в пространстве и неприятие того, что тебя видят иначе. Ну, это даже, как говорил Константин Сергеевич Станиславский, это любовь в себя, в искусстве, а не любовь искусства в себе, вот, поэтому, он говорит, мне абсолютно никакой разницы, у кого мне играть, лишь бы играть. Форма спектакля «Вишневый сад», по-моему, достаточно нестандартная. Расскажите, пожалуйста, чего вот ждать нам, зрителям? Ну, да, хотелось бы, в первую очередь, самой понять. У нас еще несколько недель до премьеры, и у нас тоже все так потихонечку, пазлы начинают, только-только начинают складываться, вот, поэтому мы еще там сами в больших вопросах внутренних, как это и что это, ну, это, знаете, вот, там, ну, лично у меня это как бы на уровне такой, ну, интуитивно, то есть я вот, ну, я как бы, я понимаю, я чувствую, а как сделать пока это, ну, это уже там мои какие-то задачи, и мне надо там мучить режиссера и говорить, Паша, как, что надо делать, вот, ну, то есть я как-то чувствую, что это будет, даже не могу подобрать слово, то есть как бы, как я все поняла, просто на одной из репетиций Паша взял и включил нам коротенький свой плейлист, он сказал, просто послушайте, вот это, вот это и вот это, вот это будет спектакль, вот это музыка и вот эта музыка, вот просто послушайте, какие у вас ассоциации, и когда стали накидывать ряд ассоциаций, я уже как-то стала, ну, понимать, я потом поездила по городу, послушала эту музыку и поняла, что он хочет, какие ощущения от спектакля, я не скажу, что мы там будем на ушах стоять, что мы будем там, я не знаю, в каких-то странных одеждах делать какие-то кульбиты, издеваться над Чеховым, еще что-то, ничего этого не будет, просто, ну, это будет просто про людей, про их чувства. Ну, а заявлено в афише, получается, как балаган, да? Ну да, да. Ну, нам вот, людям, так сказать, не театральным, не работникам театра, как нам понять? Ну, балаган просто, балаган сам по себе дает свободу, то есть мы можем и петь, мы можем и танцевать, играть на инструментах, поясничать, делать что-то необычное, но не оскорбляющее ничьих чувств. Вот, поэтому, да, это будет балаган, каждое действие будет не похоже, то есть там два акта, в каждом акте по два действия, то есть четыре действия. Каждое действие будет не похоже на предыдущее, это будет что-то совершенно отличающееся друг от друга и по форме, и по содержанию, вот, по этому балаган. Ну, петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах вы все-таки будете. Кто помимо приглашенного режиссера из Москвы еще принимает участие в данной постановке? Художник. Художник. Да, Ира Сид, она работала с нами уже в прошлом году на новогодней компании. Вот, Ира Сид и Паша. Все, остальные все свои. А Ира, получается, она ставила спектакль «Пинокки». Да, да. Стимпанк. Да, да, да. Так, возможно ли, что «Вишневый сад» тоже будет немножечко мрачный, немножечко такой и реальный, скажем так? Возможно, я не отрицаю. Все возможно, да, да. То есть, ну, я вот сколько нас спрашивают, да, тоже сразу хочется предупредить, что это, ну, далеко не классическая постановка. И вообще, как бы, ну, что такое классическая постановка, да, многие говорят, что вот, почему вы не играете классику. Ну, как играть классику? Ну, так как ее играли, там, 30 лет назад, ну, те же, кто просит этой классики, на ней не смогут сидеть. Вот. Произведение классическое, прочтение современное, потому что все-таки, ну, мы живем сейчас, а не тогда. Зачем делать так, как делали тогда, когда никто этого не поймет, даже те, кто этого хотят. Вот, достаточно просто, если кто-то хочет посмотреть классический вишневый сад, достаточно на ютюбе набрать и посмотреть спектакль, там, 60-х, 70-х годов, получить удовлетворение. Вот, поэтому я забыла, какой был вопрос. Я хочу спросить, на афише спектакля присутствуют иероглифы. С чем это связано? Это является приглашением, так сказать, наших соседей на спектакль или же нет? Ну, соседи, я имею в виду, зарубежных. Это китайские или японские иероглифы, кстати? Вот вопрос. Мы, видя эту афишу, сами задались этим вопросом. Я сделала вывод, что это японские. И что они обозначают, мы сами, то есть нас не просветили в этот вопрос. Мы стали предполагать, либо это написано на вишневый сад, вот, Юля, не знает, либо это на вишневый сад написано, либо там написано что-то хорошее, либо что-то плохое, либо какой-нибудь, может быть, четверостиши, неизвестно, ну, потому что Паша у нас любит вот такие вот штуки, вот, но нас в это не посвятили. Мы это не знаем. Но никаких отсылок к Японии, я так понимаю, не будет? К Японии нет. Нет. Ничего такого. Никого мы не зовем. Ничего такого нет. Хотя. Хотя, нет, все. Я поняла, может быть, да, да. Я поняла, но я вам не скажу. Это секрет. Это секрет, да. Да. У нас режиссер любитель таких вот секретов. Кстати, на какую аудиторию будет нацелен данный спектакль? Есть ли возрастной ценз? Да, возрастной ценз – это 16+. Ну, мне кажется, что у нас сейчас такие прогрессивные школьники, что, может быть, даже и те, кому 14, я думаю, с удовольствием могут посмотреть этот спектакль и что-то понять. Ну, вообще, ценз – 16+, но я думаю, что может спокойно приводить и подростков чуть помоложе. Что касается проблематики данного спектакля, «Вишневый сад» – это вот как что-то вот такое родное, близкое, чего люди лишились, да? Можно ли провести аналогию современной действительностью вот с теми событиями, которые сегодня происходят в нашем регионе, в Сибирском, да, ну, в Дальневосточном теперь уже, ну, что касаемо Байкала, вырубки лесов? Ну, изначально, как с Павлом мы знакомы с прошлого года, он работал с нами на территории Роста, вот. Когда мы делали Вербатим, с ним был такой, помню, разговор, ребята, вот Катя Белькова, Арсений Витин, Вов Барташевич с ним долго разговаривали, они рассказывали ему вообще про ситуацию с нашими лесами, ну, что у нас происходит. И Пашу это как-то так очень сильно зацепило, что из вот этого вот разговора в итоге, впоследствии, вырос вот этот проект «Вишневый сад». Вот, поэтому, да, параллель есть. А Павел вышел на вас сам или же все-таки Сергей Левицкий пригласил Павла? Ну, я так понимаю, они как-то скооперировались вдвоем, обсудили этот проект и решили его осуществить. Хорошо. Давайте вернемся тогда к вашим, может быть, мечтам, непосредственно к вам. Хотелось бы узнать, есть ли какая-то роль, которую вы бы хотели осуществлять? Не знаю. Джульетту, Офелию. Я слишком стара для этой роли. Честно говоря, тоже очень часто задают этот вопрос. Нет, я, ну, такими мыслями обладала, там, еще, когда мне не было 30, ну, когда я была моложе, то есть, какие-то были там моменты, что, да, хочется сыграть там такого персонажа, хочется вот это что-то. А сейчас нет. У меня уже таких мыслей нет, наверное, на протяжении пяти лет, что я хочу конкретно вот эту роль. Я хочу просто, чтобы у нас были крутые спектакли. Вот, и все. И не важно, опять же, кого я буду в этом спектакле играть. У меня, не знаю, хорошо ли это, плохо ли, но у меня абсолютно нет таких амбиций, что вот, если не я, то что. Но мне все равно. Ну, главное, чтобы это было интересно, там, я говорю, я когда натыкаюсь на какие-то материалы, когда там, натыкаюсь на какую-то пьесу или на повесть, и думаю, было бы круто, если бы у нас в театре поставили это, это было бы прям огнище. Вот, и прикидываю, как можно это сделать, как бы это выглядело, что бы это, ну, что бы это из себя представляло. Вот, и все. А кого там играть, уже не важно. Света, а можно вас назвать откровенным человеком? Можете ли вы ответить на провокационный вопрос откровенно? Я не знаю, я стоял, что я заслужила. Ну, у меня такой вопрос не сильно провокационный. В 2015 году вы первая из молодых актрис русского драматического театра получили звание заслуженной артистки Республики Буряти. Не было ли со стороны ваших коллег вот какой-то ревности или, может быть, даже зависти? Ну, я не могу сказать, что прям вот сто процентов утвердить, что вот я подписываюсь под каждым своим словом, что мы не завидовали. То есть стекла в пуанты не стекла. Нет, нет, такого не было. У меня, конечно, там очень злостно надо мной шутили. Меня там, что называется, стебали, говорили, о, заслуженная пришла. Ну, были какие-то, конечно, моменты, да. То есть я чувствовала, что как там кто-то относится к этому, там, с ревностью, кто-то, может быть, с негативом и прочее. Ну, я на это не обращала особо внимания, потому что для меня, опять же, я говорю, это звание, то есть, ну, я получила, у меня лежит где-то в шкафах этот значок, эта корочка. Я сфотографировала маме, отправила. Мама погордилась мной. Она, по большому счету, это звание больше для нее играет какую-то роль, нежели для меня. Она может сказать, что моя дочь, заслуженная артистка Бурятии. Доходит, знаете, до смешного мы, когда уезжаем с ней в отпуск. В частности, вот мы улетаем с ней в Таиланд, и когда встречаются, попадаются у нас на отдыхе какие-нибудь французы, а она фронтовичку смотрела, она обожает песню, это шансон дэ дью. Она заставляет меня петь. И это было смешно, когда была ситуация, мы были трое суток уже на отдыхе, я обгорела там, как сосиска, ушла в бунгало лежать и слышу, Света, Света, дочь, иди сюда. Я говорю, что у нас случилось? Иди сюда. Я выхожу, в общем, вся такая ужасная. И мама говорит, вот, я говорю, что француз, спой ему. Мама, ты серьезно, спой. Мы с ним пообщались, я ему спела, он сказал, что произношение у меня такое ничего себе нормальное. Вот, поэтому все, что я делаю, для меня является, ну, моей работой, каким-то моим образом жизни, а предметом гордости является исключительно только для моей мамы. Вот. А я это воспринимаю как бы, ну, это моя жизнь и все, ничего такого больше. А для вас что является предметом гордости? У меня ребенок занял первое место в спарринге по тэквондо. Да. Недавно вот в соревнованиях железнодорожного района. Он, конечно, у меня новичок, у него только белый пояс всего лишь, но он уже получил свою первую медаль. Я прям, я гордая ему жутко, невыносимо. Вот для меня это предмет гордости. Ну, мы вас поздравляем. Ну, и напоследок хотелось бы узнать, Света, что вас все-таки в жизни вдохновляет? Что для вас самое главное? Карьера, семья, любовь? Ну, это вот, знаете, все как-то, наверное, вперемешку. Бывают такие дни, что я устаю настолько, что думаю, наверное, мне надо как-то взять перерыв, уйти в отпуск, я не знаю, в декрет куда угодно, лишь бы только вот быть дома, посвящать себя быту, ребенку, урокам и прочее. А периодически наступает какой-то период, когда ты понимаешь, что невозможно ставить вот эту вот нишу, и как-то надо стараться все это более-менее совмещать. Это, конечно, получается криво-косо, потому что все-таки очень большую часть времени мы находимся на работе, но как-то ты стараешься. Вдохновляет меня музыка. Очень часто я просто слушаю музыку в любой момент. Что меня еще вдохновляет? Ну, не знаю, какие такие мелочи. Отношения, отношения с ребенком, отношения в семье. Какие-то, даже если на работе все как-то очень печально, плохо, и туда не хочется приходить там в силу определенных причин, все равно находишь какие-то зацепки, чтобы прийти и как-то все, что там в тебе накопилось, пока ты музыку слушала, там вдохновлялась, чтобы эта вся энергия нашла какой-то выход и что-то там вылилось в какую-то форму. Поэтому, в принципе, не знаю, какие-то такие обычные вещи, наверное. Ну, я не скажу, что я там медитирую на закат, хотя хотелось бы, но мне нет на это времени. Вот. Ну, это просто какие-то обычные вещи. Даже съеденная шоколадка на ночь иногда может вдохновиться. А вам можно? Нет, нельзя, но я это делаю. Я грешу. Но мне нельзя. Ну, и напоследок предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям, пригласить их на предстоящую премьеру. Дорогие телезрители, мне хотелось бы вас пригласить к нам в театр, Русский драматический театр имени Николая Бестужева, на премьеру нашего нового спектакля «Вишневый сад», который пройдет 12 и 13 апреля. Друзья, приходите. Я думаю, вы будете удивлены. Я думаю, вам будет очень интересно. А поверьте, нам есть чем вас удивить. И в любом случае, я думаю, что этот спектакль не оставит вас равнодушными. У меня, кстати, мама прилетит на премьеру. Здорово. Света, спасибо вам большое за то, что нашли время посетить нашу студию. Желаем вам творческих успехов и всего-всего самого наилучшего. Спасибо, что пригласили. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была заслуженная артистка Республики Бурятия, актриса Государственного Русского драматического театра имени Бестужева Светлана Полянская. До новых встреч в эфире телеканала Мир Бурятия.